Накормить косуль и кабанов, чтобы были сыты тигры и леопарды. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» организовали зимние столовые для диких копытных. Инспекторы выкладывают карма на специальные подкормочные площадки. Всего для северного участка земли леопарда заготовлено более 30 тонн кукурузы и 300 тюков соломы. К весне в меню травоядных также войдет соль. Мы заинтересованы в этом, потому что копытная, олень, косуля, ну и кабан в значительно меньшей степени, являются основными кормовыми объектами дальневосточного леопарда, ну, как и тигра амурского. Поэтому и одним из лимитирующих факторов для существования популяции является именно обилие кормов. Поэтому в тяжелые зимы, в тяжелые в плане очень холодные, многоснежные, если накануне был неурожай каких-то основных видов корма, часто случается падеж животных. Для того, чтобы предотвращать это явление, мы и нашли национальный парк и устраиваются специальные подкормочные площадки. Появление корма в таких столовых зимой – хорошие новости и долгожданное событие для лесных обитателей. Об этом говорит их высокая концентрация вокруг звериных закусочных. На завтрак, обед, ужин и даже ночной перекус в такие места стягиваются сотни животных. Так, конечно, мы не можем вообще помнить eso. Отстойчиваем их. И мы можем сделать это все в целом. Но, то мы, то, что это все. Что мы говорим о том, что мы с ними занимаемся, хорошо, что мы занимаемся. Что мы даем. Мы начинаем запрещать бедня. А как раз. А как раз. Мы начинаем запрещать бедня. И я надеюсь, что я Directed в беднях, мы все, дай, мы все иد, мы все. Специалисты отмечают, что проведение таких биотехнических мероприятий направлено исключительно на поддержание сил копытных, а не на организацию для них полноценного пропитания, которое дикие животные должны добывать сами. Сегодня из-за наличия снега подкормка актуальна именно в северной части национального парка. Пока на малоснежных южных участках специалистам приходится контролировать ситуацию с пожарами, на севере они в оптимальных объемах завозят корм для копытных. Это позволит удерживать животных на охраняемой территории, где их защищают от всех видов охоты и браконьерства, а также поможет в деле сохранения редких кошек. Роман Поповичев, Ольга Зайцева, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.